Внимание любителей классической музыки в эти дни приковано к Варшаве. Там проходит 17-й международный конкурс пианистов имени Фредерика Шопена. После отборочного тура в основной конкурс прошли почти 80 музыкантов из 20 стран. С особым интересом жюри и зрители ждали выступления китайского пианиста Ло Сини. В борьбу за победу вступил незрячий музыкант из города Чунцин. Он уже победитель. И эти аплодисменты заслуженные награды за ежедневный многолетний труд. Мечта незрячего китайского юноши Ло Синя выйти на сцену международного конкурса пианистов имени Фредерика Шопена сбылась. Он прошел отборочный тур и сегодня выступает в основном среди 78 музыкантов из 20 стран. Это огромное достижение для любого пианиста, а для слепого почти с рождения величайшее. Моей жизни нет красок, я живу не так, как остальные, но моя страсть к музыке делает ее по-настоящему полной. К успеху 23-летний Ло Синь шел не один. Любовь к классической музыке своему 6-летнему сыну начала прививать его мать Ло Маньцянь. Поэтому, мечтая стать призером престижного музыкального конкурса, у них одна на двоих. Начав обучение в Китае последние 5 лет, Ло Синь продолжает его в Польше, хотя семье такие расходы даются нелегко. Училище, в котором обучается сын, дает нам хорошую скидку. К счастью, и стоимость проживания в этом небольшом городе не очень высокая. Сейчас Ло Синь заканчивает обучение в музыкальной академии города Будагощ в Польше. Своё выступление на конкурсе имени Шопена считают серьезным началом большого творческого пути. Каждым днём я чувствую, что становлюсь ближе к Шопену. Я не могу изменить своей мечте стать профессиональным пианистом. Я буду продолжать двигаться в этом направлении. Призёры 17-го международного конкурса имени Шопена будут объявлены 20 октября. После вручения наград начинающие пианисты в течение нескольких дней будут давать концерты. Ло Синь надеется, что в их числе окажется и он. Татьяна Климова, СССР.